Попытались найти. В общем, сегодня мы с вами немножечко поработаем редакторами научно-популярной литературы, в совокупности немножечко детективами, и поищем ошибки в иллюстрациях, которые допустили художники. Я предлагаю сделать вот такой вот формат. Мы вам показываем картинку. Потом вы в чатик пишите, какие ошибки вы нашли. Я прочитаю ваши комментарии, как-то их откомментирую, и, собственно говоря, потом расскажу, почему эту картинку взяла я, предложила вам посмотреть. Ну, начнем мы с любимой темы многих. Это строительство пирамид в Древнем Египте. Вот здесь у нас вот такая вот картиночка, на которой изображено строительство пирамиды в Древнем Египте. Если у вас не будет никаких идей, то я сразу начну комментировать, что же тут не так на этой картинке. Вот, можно на нее посмотреть. Здесь рабы тащат огромный блок известняка, чтобы построить пирамиду. На фоне стоит уже построенная пирамида, потому что вокруг нее нет лесов. Стоят охранники, скорее всего, два архитектора, сверху еще один надиратель, который контролирует тех, кто тащит пирамиду. Не вижу комментариев, поэтому сразу же расскажу, что же здесь не так. Здесь не так, что здесь стоят надиратели, что это ошибочное представление, что значит пирамиду строили рабы, и которых там ужасно били плетью. Это достаточно распространенная ошибка была именно в советской литературе, потому что тогда были другие археологические знания, исследования. Вот, спасибо большое, чувак стоит на камнях, рабам тяжелее. Это точно, то есть это вот та ошибка, на которую у меня сразу же бросился взгляд, как вот этот надиратель может быть настолько, извините, пожалуйста, глуп, чтобы залезть на камень, чтобы отсрочить строительство пирамиды. У них же, зачем они их били? Чтобы они быстрее, ну вот как бы били в той теории археологии, которая была тогда, чтобы быстрее построили. Конечно же, не должен он стоять на этом бруске. Это ужасная ошибка фактическая, логическая, ее нужно поправить. Да-да-да, злодей. Ну и, собственно говоря, то, что уже я точно знаю, пирамида сзади, она уже построена, она должна быть белой, а сверху должна быть прекрасная пирамидка, маленькая из золота. То есть вершинка пирамид была сделана из золота. Сейчас, к сожалению, мы этого всего великолепия видеть не можем, пирамиды разрушились. Ну, я бы еще, наверное, сказала художнику, что меня смущают вот эти молодые люди с копьями, что они тут делают, зачем они тут стоят, то есть причина, по какой они здесь находятся. Еще комментарии как-то по-другому заносили. Ну, в принципе, заносили именно так, то есть строили вот эти леса, строили полозья, впрягались люди, люди тащили, сзади тоже люди вставали, сам брусок ставили на вот такие полозья. Ну, я бы еще попросила лить воду перед ними, то есть они специально лили воду, чтобы быстрее как бы вот это все затаскивать. Давайте перейдем к следующей картинке. Так, да, вот такая картинка. У меня, правда, почему-то не отразилось. Вот, да, все, вижу картинку. Давайте посмотрим на эту картинку. Значит, здесь на самом деле редактор пытался решить очень сложную задачу. Да, а где открыты окна? Написали открытного окна. Я бы так сказала, я бы не хотела оказаться в подводной лодке с такой курицей, которая вот так вот открыла окна. И да, 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 и туда просто зальется вода, извините, что будет со всеми внутри представить, даже не хочется представлять. То же самое открытое окно у собачки. То есть, представляете, летит ракета просто на первой космической скорости. Это огромная скорость, там все отлетит. Это окошко отлетит прямо самым первым, еще и собачка высунулась. В общем, ничего хорошего в этом тоже не будет. Да, 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 пишут комментарии, что, наверное, был прикол в том, что книжка с окошками, действительно, то есть у редактора была задача показать читателю, что здесь вот внутри будет такая книжка, с которой можно что-то открывать. И, собственно говоря, вот такие окошки поставили «Едем, плывем, летим». И в машине открыто окно комментарий. Да, там слоник уже просто весь так практически высунул большую часть своего туловища. То есть, это достаточно опасно. Вряд ли так пожарные ездят. Хотя, может, они так и ездят. Я не знаю. Но вот тут можно было бы проверять. Собственно говоря, вот эта книжка, она же про что? Она рассказывает детям про то, на чем мы ездим, то, на чем мы плаваем, то, на чем летаем. То есть, она, по идее, должна рассказать нам, как устроено все это, но уже изначально формирует такое неверное представление. Ну и, собственно говоря, ракета здесь нарисована неправильно. Вот, сразу скажу. Но у нас ракета будет дальше, поэтому не буду сразу пояснять, чтобы было интересно. Дальше давайте следующую картинку. Спасибо, что увеличили. На этой картинке у нас изображен отважный молодой человек, который лезет куда-то наверх или спускается куда-то вниз. Но, собственно говоря, он занимается скалолазанием. Он занимается скалолазанием. Может быть, рюкзак? Ну, рюкзак, в принципе, может быть. Почему нет? То есть, это такой, как он называется, радиальный рюкзак. Когда его надевают, чтобы спускаться, выходить на какие-то краткие выходы. То есть, там, вода, питье, то есть, еда. Шлем не тот, пишет. Шлем рыцаря, а не туриста. Да, я тоже обратила внимание на шлем. Шлем очень странный. Такой, я подумала, что это шлем для пожарного. То есть, в общем, конечно же, я бы предложила этот шлем поправить. Кто же с таким шлемом в горы лезет? Согласна. Он тяжелый, то есть, выглядит как металлический. Может быть, конечно, мы можем дофантазировать и сказать, что там сверху просто видеокамера сейчас снимает эту ворону. Но мы лучше поправим. Так, а почему я предложила вот эту картинку? Потому что, посмотрите, как он держит веревку. То есть, это, вот, пишет, да, спасибо, Надя. Нет страховки, конечно же. То есть, этот человек, наверное, именно поэтому надел такой шлем. Потому что, если он сорвется, то сорвется конкретно. И будет лететь, падать, ударяться. В общем, шлем ему как раз именно такой пригодится. Потому что у него совершенно нет страховки. То есть, такого быть не должно. Обязательно обвяз. Даже если это не в современном мире, а лет 50 назад. То, конечно же, он должен был отмотать себя за ногу, за руку. Ну, там еще каким-то способом себя застраховать. Тут я не стала соотносить природу. Хотя, конечно же, редактор должен будет соотнести. Находятся ли за Ниагарским водопадом такие цветные горы. Ну, здесь мы это не будем обсуждать. Давайте следующую картинку. Спасибо, что увеличиваете. Надо сказать, что вот когда я искала какие-то материалы для того, чтобы вы могли что-то найти в них, оказалось очень тяжело найти что-то в научно-популярной книжке. То есть, я как ни открою книжку про Египет, все там правильное. У мальчиков эти локоны юности, одежды правильные. Но оказалось, что чаще всего пренебрегают фактами в книжках для совсем маленьких детей. То есть, вот это, ну, наверное, часто вот думают, что ну, а что такого? Да, спасибо большое, русский турист. Бегемот весит больше. Именно. То есть, если мы сейчас, то есть, специально я залезла в интернет посмотреть, то есть, меня сразу же смутило, да, то есть, вот как работает редактик. Мы смотрим на картинку, и меня что-то смущает. А что же меня смущает? Меня смущает, что, значит, вот такой вот бегемотик, и рядом цыпленочек, и сколько тут у нас, 10 плюс 5, 15, плюс 1, по-моему, да, 16 килограмм. А взрослый бегемот весит там одну тонну, а новорожденный бегемотик от 25 килограмм до 40. Соответственно, сколько же тут весит цыпленок? Конечно же, этого быть не может. Мы понимаем, что бегемот должен весить больше, потому что его перевешивает цыпленок, и 16 килограмм. Пойдемте дальше. Что еще? Вот следующая картинка у нас будет, картинка-игрушка для детей про самолеты. То есть, вы такую вот картинку, книжку себе покупаете, и у вас и игра, и книжка вот получается вот такая здоровская. Мне напоминает вот этот аэродром, аэродром города Панама. Это Центральная Америка, там океан. И вот примерно так же самолет садится, пролетает океан, садится на землю. Олеся пишет, руль не тот. Абсолютно точно, руль от автомобиля. То есть, какой-то очень-очень странный руль. Возможно, на фабрике был только такой руль. Олеся уточняет, руль не от самолета, а от машины. Стала проверять я эту информацию и нашла. При первом впечатлении, да, руль от машины. Стала проверять информацию и нашла, что на некоторых самолетах бывает такой руль. Но это самолеты не пассажирские. Это такие уже, наверное, там грузовые больше самолеты. Сейчас самолет, он управляется либо джойстиком, либо вот у летчиков нарисован штурвал. Собственно говоря, тут даже противоречие внутри самой книжки. То есть, у летчиков штурвал, а ребенку предлагается руль. Лучше бы тогда, наверное, автомобиль делали. Но что еще интересно? Интересно то, что, посмотрите, пожалуйста, сидят двое пассажиров и показывают в окно. И в окне виден остров. Этот же остров мы видим видим на картинке, где уже показан аэродром. Получается, что самолет сел в воду. Возможно, то есть тот ракурс, которым пассажиры могут видеть вот этот остров, это только тот, если они сидят в воде. И, наверное, поэтому у них так открыты рты, и они так вот удивлены, что, ой, что же произошло. Ну вот они, похоже, сели в воду. Масштаб еще нереальный. Ну, да, масштаб тут искаженный. В принципе, такое допускается. Масштаб искажать. Ну, на самом деле, есть некоторая сложность при масштабировании в детских книжках. Иногда приходится пренебрегать масштаб, потому что иначе тогда все не влезет. Ну да, действительно, тут масштаб в окошке огромнейший остров, который получился в лес во все окошечко. Пойдемте дальше. Дальше космическая обложка. Космическая обложка. Пожалуйста, многоразовые наклейки, космос, дополни картинку. Что же тут не так? Что же тут может быть не так? Так, русский турист подозревает, что что-то не то с техникой. Ну, конечно же, конечно же, тут просто огромнейшая, огромнейшая фактическая ошибка, которая прям ставит под сомнение, наверное, все. Это ракета. То есть вот самая главная деталь вот всего, всей композиции. ракета нарисована неверно. Как, надеюсь, вам известно или неизвестно, ракеты, они трехступенчатые. Вот данная ракета, скорее всего, это ракета «Восток», потому что на ней есть иллюминатор. На современных ракетах нет иллюминаторов у ракет. У них есть система аварийного спасения. То есть у Гагарина был иллюминатор для чего? Если что-то пойдет не так, он, как сказать, кутубитируется через это окошко, и все будет с ним хорошо. Значит, русский турист уточняет, нет ступеней. Ну, собственно говоря, здесь как раз именно проблема в том, что эти ступени есть. То есть здесь художник пытался срисовать все с реальной ракеты и оставил все ступени в космосе. На самом деле, как происходит взлет ракеты? Она взлетает, у нее отделяется первая ступень, то есть ракета становится легче, летит вторая ступень, и уже в космосе там остается одна ступень или вообще чисто космический аппарат. Здесь же остались первые ступени. Это говорит нам о том, что что-то идет не так. Вот прям надо срочно было эвакуироваться, когда ступени не отошли. То есть проблема. Кстати говоря, посмотрите, видите, ступени первой ракеты не отошли, и они не работают. То есть пламя идет из центра, то есть оно как раз идет из второй ступени. Поэтому вот здесь как раз вот такая фактическая ошибка. Неверно нарисована ракета в космосе. То есть эту ракету можно оставить на Земле, и в принципе будет нормально, но в космосе такого быть не должно. Надя пишет, Солнце, планета и Луна одного размера. Солнце, планета и Луна одного размера. Ну, в принципе, Луна и Солнце могут быть вот в таком варианте, потому что у них разные расстояния, а вот наличие планеты действительно ставит как-то под сомнение. Слишком она большая. Ну, да, и еще вон ниже Юпитера. Ну, собственно говоря, да, тут куча малая из планет. Все поставили. Хотели, видимо, на обложке показать все разнообразие, то, что есть внутри. И в этом, на мой взгляд, недостаток многих космических обложек. Это все-все-все прям ставит. Хорошо, спасибо большое. Пойдемте дальше. Дальше еще одна космическая книжечка. Это книжка 1967 года выпуска. То есть тираж вышел в 1967 году. Это советская. Тоже ракета. Возможно, вы прямо тогда сразу ответите. Ответите, что же здесь не так. Это рассказ о полете Юрия Гагарина в космос. У Гагарина открыт шлем. Ну, да, зачем он его открыт? Спасибо, Олесия. Я, кстати, этого не заметила. Я подумала, что это как бы такой художественный образ. Но действительно, шлем открыт, а он как бы по идее в корабле находится. Конечно, шлем у него должен быть закрыт, потому что первый полет. Неизвестно, что будет, как все это будет происходить. Ну, да, Лелик пишет. Но он в кабине же, да-да-да. Поэтому шлем, конечно же, лучше закрыть. Потому что мало ли что. Вдруг будет разгерметизация. Нужно себя беречь. Особенно в первый полет. Хотя каждый полет, конечно же, надо себя беречь. Здесь тоже ошибка в ракете. Посмотрите, какая ракета. Олесия пишет. Какая-то ракета внизу странная. Надя пишет. Что-то с ракетой. Да, это не та ракета. Гагарин летал на другой ракете. Олесия пишет. Скорее, самолет сверхскоростной. Лелик. Это может истребитель. Да, это вот похоже на что-то такое. Вот самолеты. То есть не похоже совершенно на ракету. Ну и, собственно говоря, в космосе тоже уже был только корабль. Только корабль, на котором летал Юрий Гагарин. У меня есть... Почему Гагарин без маски? Наверное, потому что тогда он был один, понимаете? Он же один находился. Если бы он в компании летел в космос, наверное, он бы маску надел. Но, собственно говоря, у меня есть предположение, почему неверно нарисовали ракету. Предположение надо проверять. Потому что, я думаю, что в 67-м году, может, еще это была засекреченная информация, на какой ракете летал Гагарин. Собственно говоря, вот это надо будет проверить. У меня единственное предположение, что это было засекречено. Потому что во всех книжках дальше, там, в 89-го года уже будет ракета «Восток-1», на которой летал Юрий Гагарин. Пойдемте дальше. Дальше у нас будет картинка про Древнюю Грецию, Древняя Греция и Олимпийские игры. Здесь плохо видно текст, потому что картиночку очень сжатая. Значит, здесь написано, что нужно пройти лабиринт, чтобы зажечь Олимпийский огонь. И, собственно говоря, начались Олимпийские игры. Эта книжка, она про путешествие вот таких персонажей в Древнюю Грецию. Смотрим вот на левую картинку. Что же может быть не так? Видите, у них тут лабиринты и путь к огню, к Олимпийскому огню. Нужно зажечь Олимпийский огонь, чтобы начались Олимпийские игры. Наверное, многие смотрели. Не так одеты олимпийцы. Олеся абсолютно точно, олимпийцы были голыми, потому что на Олимпийских играх они выступали голые, но награждаться ходили в одежде. Я, кстати, эту ошибку не заметила. Спасибо, что вы заметили. Я на другое обратила внимание. Ну, наверное, это такая уже специализированная информация. Собственно говоря, тогда не было Олимпийского огня. Олимпийский огонь появился гораздо-гораздо-гораздо позже. И вообще он зародился не из традиции зажигать Олимпийский огонь в жертвеннике Зевса. Он зародился из эстафеты. Поэтому здесь Олимпийский огонь, он быть не должен. А если мы располагаем здесь огонь на жертвеннике Зевса, то он выглядит по-другому. То есть здесь вот как раз ошибка именно в том, что неправильно нарисованы Олимпийский огонь. Так, пишут, что… А вот как тогда их нарисовать, если они голые? Ну, мы ухитрились. Мы в книжке ухитрились про Древнюю Грецию. Просто, ну, как бы удачный поворот тела. Ну, действительно, здесь можно нарисовать в туниках, как пишет Олеся. А Люлик пишет, что кажется, ворота странные какие-то, похожие на вход в буддийский храм. Да, вообще вот эта вот вся конструкция, она как будто не из Древней Греции. То есть в Древней Греции, я вот столько работала над книжкой по Древней Греции, ни разу не видела ничего подобного. Там как-то вот по-другому все это было. Пойдемте дальше. Ой, следующая картинка просто моя любимая. Это было очень много в детских азбуках, вот эта история. Она очень простая. И потом, когда я выросла, узнала правду, то ужасно расстроилась, что в детских книжках, в азбуке, тем более, допускают такие фактические ошибки, которые сформировали у меня такое мировоззрение, как о том пришлось перестраивать. Русский турист пишет, яблоко слишком тяжелое, чтобы нести ежика. Ежики вообще не носят яблок. Это вообще миф. Ежики, товарищи, которые едят змей, едят там жучков, паучков, и не носят они яблок на иголках. Это просто невозможно. Это неправда. А кто-то в детских книжках решил, что все будет так, и поместил. Может, он решил, что так будет красиво. Но в итоге я росла и всегда думала, что ежики носят яблочки у себя на спинке, и потом была в шоке, когда уже во взрослом возрасте узнала, что это не так. Еще русский турист пишет и не пьют молоко, а Лесе пишет, что они не пьют мясо. Вот про молоко я не знаю. Я слышала, что очень многие как раз выносят молоко, и вот Лиза тоже меня поддержит, вообще пьют молоко. Ну, давайте тут поступим так. Обратимся к научному редактору. У редактора ответственно всегда есть в запасе научный редактор, который проверит ошибку. Пойдемте дальше на следующую картинку. Тоже научно популярен. Что здесь не так? Собственно говоря, смотрим на картинку справа. Помоги Монку. Так, слышно ли меня? Мне пишут, что у меня пропадает интернет. Надеюсь, что меня слышно. Все хорошо, спасибо. Картинка здесь изображен мышонок, который должен сделать пятнышки для динозавра. Вот давайте посмотрим на эту картинку. Что же тут не так? Мышонок очень старается. Он хочет сделать динозавра красивым. Что с ним может быть не так с этим динозавром? Динозавр странный. Да, русский турист. Абсолютно с вами согласна. Кто это? У меня просто был шок. Кто это за существо? Потому что у него лапы передние и ножки от тираннозавра Рекса, от грозного ящера-тирана. А морда абсолютно травоядная. А спина у него от другого травоядного динозавра. Такой вот красивый с рогом. Я не помню, к сожалению, его название. Но это, конечно же, смесь просто самых разных животных. Русский турист пишет, что это же детская книжка, хотя это же детский рисунок. Ну, в принципе, да, это стилизация по детский рисунок, но все-таки задача ребенку дается абсолютно конкретно. Нарисуй пятнышки. Кстати, пятнышек никаких на динозавре тоже быть не должно. Хотя это невиданный динозавр. Мне кажется, даже тут смесь с каким-то млекопитающим у него и есть. В общем, все равно нужно нарисовать динозавра, который был бы динозавром, а не смесью всего подряд, потому что ребеночек растет и думает, что динозавр – это нечто вот что-то вот такое, неочевидное. Русский турист пишет, это пятнистый короннозавр. Прекрасно, наверное, именно так это и есть. Чуть выше были комментарии от Олеси, что он не сможет достать до верха. Точно-точно можно было бы лесенку ему нарисовать, по которой бы он так бродил-бродил. Ну, слишком маленький, пишет Олеся. Наверное, кто слишком маленький? Динозавр или мышонок? Надя пишет, с длинной шеей которой. Ну, в общем, да, это смесь каких-то динозавров. От Лёлика вопрос. Ну и вообще вопрос. Рисовать зверей в одежде – это ок или не ок? Ну, это сказка. То есть все-таки это сказка, жанр сказки, он подразумевает, что животные говорят, бабы-ёжки летают. Но, опять же-таки, сказка, она метафорически, то есть образно учит нас, людей, когда мы были маленькие, о реальной жизни. То есть сказка ложь – это в ней намёк. Да, то есть, в принципе, мышонок – это перенос нас, людей. То есть главный персонаж – это мы, люди. Но всё-таки он, его просит этого мышонка нарисовать, конкретного динозавра. И тут уже наступает такое вот, как бы формируемое неверное представление у читателя. Кто такой динозавр? Непонятно. У нас уже осталось совсем немножечко времени. Возможно, успеем дальше посмотреть картинку. О, парашютист. Я просто очень люблю парашютистов. Скажите, что тут не так? Это, наверное, уже будет наша завершающая картиночка. Что не так с этим чудесным парашютистом? Сразу скажу, у него правильно надеты очки. Как здорово, что он в очках. Хотя уже под куполом очки можно снять. Руками держит. Надя говорит, да, вы представляете? То есть он прыгнул. Видимо, в руках вот так держал тряпки. Потом их вот так вот выбросил. Это просто могучее животное, которое может удержать такие очень сложные. Тяжело удержать на самом деле. Всё это в руках. Вот так он экстремал. Без трусов. Но просит никому не говорить. Олеся, а я озвучила. Ну, у него есть подвесная система, которая всё прикрывает. Подвесная система у него есть. Так, вот ещё. Ну, я думаю, уже, наверное, на этом мы остановимся. На этом мы остановимся, потому что уже заканчивается время. Дальше вот есть картинка про астрономию. Ну, вы можете посмотреть сами все оставшиеся картинки в посте на Facebook и прокомментировать там. Я могу вам ответить оставшиеся картинки. Если у вас есть такое желание, то, пожалуйста, напишите ваши комментарии. И я обязательно отвечу, что я нашла и почему предложила вам посмотреть эту картинку. Спасибо вам большое. Мне очень понравилось с вами сегодня общаться. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok